Детский садик номер 44 и школа номер 10. Открытие этих учреждений с нетерпением ждут маленькие соровчане и их родители. Сдачу объектов строители неоднократно переносили. Так успеют ли подрядчики доделать капитальный ремонт до нового года? Закончить с работы в детском саду «Рудничок» подрядчик должен был в конце сентября. Позже срок сдачи перенесли на октябрь, потом еще на месяц. Задержка – результат проблемы с финансированием, уверяют строители. До завершения ремонта осталось совсем немного. Выполнено 90% всего объема работ. Второй этаж уже готов. На первом работы продолжаются. Строители доделывают лестничные пролеты, красят стены и устанавливают сантехнику. В обновленном детском садике малышей будут ждать современный бассейн, укомплектованный кухонный блок и прачечная. Уютные комнаты. Снаружи установлены новые игровые и спортивные площадки. Рабочие укладывают асфальт. Подрядчик обещает сдать учреждение в конце ноября. К открытию «Рудничка» готовятся и дети, и взрослые. На данный момент строители заканчивают наружные работы, что-то там, внутренние работы. Ну, а мы занимаемся тем, что встречаем машины с мебелью, с детской мебелью, с офисной мебелью. Уже привезли детские кроватки, матрасики новые. Весь второй этаж уже родители отмывают группы, помогают нам. Субботники коллектив организовал. Поэтому очень надеемся, что в скором времени мы сюда переедем. В стенах 10-й школы тоже кипит работа. Строители выкладывают напольные покрытия и красят стены. Продолжают проводить электричество, ремонтировать санузлы. Почти готовы спортивный зал, столовая, кабинеты и большинство коридоров. Что касается наружных работ, здесь уже занимаются брусчаткой и газонами. В ближайшие дни на территории начнут укладывать асфальт. Ремонт 10-й школы строители планируют завершить до конца года. Будем надеяться, что сроки не перенесут снова. И обновленные детские сады школы будут настоящим новогодним подарком для детей нашего города.